Молоко по цене воды. В Сумской области селяне возмущены низкими закупочными ценами на молоко. Люди вынуждены отдавать его за бесценок по 3,50 за литр. Из-за этого они продают коров. Селяне считают, что необходимо вернуть госконтроль за продуктами первой необходимости. Кому обращались с такой просьбой и что услышали в ответ, знают наши корреспонденты. Надежда Васильевна возвращается с пастбища домой. Говорит, что любимицу Майю, которая кормит семью 8 лет, скорее всего придется продавать. Корма слишком дорогие. Мне надо самое малое, 240 или вот так тюку. Это получится 6, даже 7 тысяч. Надо еще и буряк, и муку какую-то, или дырч какую-то дать. Женщина не понимает, почему домашнее молоко называют второсортным и принимают за копейки по 3,50 за литр. Молоко, 4,2 жирка, и творог, и сметанка, и сырники, и вареники. Низкими закупочными ценами возмущены и жители села Исмань. Хай приедут депутаты, и кто там сидит, и попробует ту корову подержать. Многие селяне начали коров продавать. Если раньше держали по 4-5 голов, то теперь едва могут прокормить одну буренку. О своих проблемах рассказывают Юрий Бойко, который приехал к ним на собрание. В частности, о неразберихе в сфере регулирования цен на молоко. Отдайте вы регулирование цен на молоко кабинету министра. А не так, кто захотел, тот свою цену и поставил. В Сумской и Черниговской областях самые низкие закупочные цены. А с 1 июля, по условиям Евросоюза, молоко вообще не должны принимать, если у хозяйки нет доильного аппарата. Однозначно будем требовать восстановления контроля за закупочными ценами. А второе, будем требовать, чтобы был перенесен срок остановки приема молока у домохозяйств до момента, пока люди не получат возможность купить доильные аппараты и выполнить требования, которые заложены в ТУ. Засыпали люди Юрия Бойко и вопросами о субсидиях. По новым правилам помощи от государства могут лишиться 2 миллиона украинцев. Единственный выход, считает лидер оппозиционного блока, снизить тарифы. Свои предложения о необходимости регулирования закупочных цен на молоко ОППА-блок озвучит. В парламенте уже на следующей сессионной неделе. Обещают приехать к Верховной Раде и сумские селяне, чтобы рассказать, как непросто им выращивать коров и отдавать молоко за бесценок. Константин Редин, Светлана Шикер, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Сумская область.